Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске не будем терять свой язык и идентичность. Амшина Армянский. Уроки истории от президента Российской Федерации. Путин напомнил о прошлом Украины. В Атерке по случаю 34-й годовщины Арцахского движения, 29-й годовщины освобождения села установлен Хачкар. Армянский ген доминирует в Западной Армении, Ливоне, Пископосян. Остатки замков видны из космоса на склонах Арагадзе. Говорит, геноциды армян и Курдистан – это не преступление. Искусство в Западной Армении – живопись. 21 февраля был Всемирный день родного языка. Десятки языков находятся под угрозой исчезновения в оккупированной Западной Армении. Причин исчезновений много. Во-первых, на этих языках никто не говорит. Они не передаются из поколения в поколение и не входят в жизнь. Есть люди, которые не позволяют языку исчезнуть, пытаются противостоять буре, распространяя родной язык. Такому испытанию подверглись и амшенские армяне, которые, несмотря на всевозможные препятствия, сохранили и передавали из поколения в поколение свой язык. Конечно, очень важно обеспечить образование, чтобы сохранить родной язык. Однако в семье стоит говорить с детьми на родном языке. Мы должны приблизиться к пониманию того, что наш язык – это наша идентичность. Украина для России не просто соседняя страна, а часть ее истории. Друг и родственник – об этом в своем телеобращении к гражданам России, заявил президент России Владимир Путин, представив исторический ход зарождения украинской проблемы. Современная Украина полностью создана коммунистической Россией. Ленин и его сторонники создали современную Украину, отняв территорию России. У жителей никто ничего не спрашивал. Большевики буквально ввели Донбасс в состав Украины. Украина сегодня по праву может называться Украиной имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор, сказал Путин. В этом контексте следует напомнить, что 6 декабря 1917 года Финландия обрела независимость, а 29 декабря 1917 года был принят декрет о Турецкой Армении, которым Советская Россия заявляет, что она защищает право армян, оккупированной Россией и Турецкой Армении, на свободное самоопределение вплоть до полной независимости. В этом документе впервые был поставлен вопрос о предоставлении независимости всей Западной Армении. Статья полностью доступна на нашем сайте. По случаю 34-й годовщины арцахского движения, 29-й годовщины освобождения села установлен Хачкар в Атерке. Об этом сообщил глава общины Атерк Вардан Григорян. 5 июня 1992 года противник занял наше село и поджег дома. Однако 20 февраля 1993 года Атерк был освобожден. В Первой Арцахской войне за родину погибли 44 борца за свободу Атерка. В 44-дневной войне к бессмертным присоединились четыре богатыря. Хачкар был установлен в селе в память о наших односельчан, сказал Григорян, добавив, что его благословил духовный отец Мартакерцкого района Аганес Аванисиан. В эфире Western Armenia TV заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Ливони Пископасян рассказал об армянском гении, отметив, что армянская идентичность сформировалась очень рано и важнейшим условием формирования является то, что наши предки выделились в отдельную группу. Он рассказал о генетическом составе людей, проживающих в Западной Армении, отметив, что самый высокий процент среди них имеет армянский ген. Остатки замков были найдены у подножия горы Арагаз и окружающих ее массивах. Сегодня сохранились лишь фундаменты этих старинных замков, но самое удивительное то, что их видно из космоса. Вот почему любой может увидеть их с помощью Google Earth. Классификация старинных замков горы Арагаз впервые была сделана в 1920-х годах известным архитектором-археологом Торосом Тораманьяном. Среди относительно малоизвестных памятников армянского Нагоря несколько сотен старинных замков, которые принято называть циклопами. Это самые ранние образцы армянских замков. Впервые в Турции суд постановил, что слова геноцида армян и Курдистан не являются преступлением. Такое решение было принято в ходе судебного разбирательства по делу руководителя Диарбикирской коллегии адвокатов. Одним из основных поводов для возбуждения дела послужило постановление коллегии адвокатов от 24 апреля 2017 года. 24 апреля – великая катастрофа, мы разделяем боль армянского народа. И постановление 24 апреля 2018 года под названием «Мы разделяем бесконечную боль армянского народа». В прокуратуре также считают, что оправдательный приговор основывался на том, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу, деяние обвиняемого не квалифицируется законом как преступление. Следует отметить, что в случае Западной Армении обвинение также не выдвигается. Древнейшие известные образцы фресок в Армении относятся к урардской эпохе. Это, в частности, фрески дворца Эребуни. Настенная живопись была наиболее развита в средневековой Армении. Армянские церкви украшены фресками с IV века. Развитие армянской живописи было тесно связано с общей исторической и политической ситуацией. Периоды расцвета совпадали с относительно благополучными временами для страны. Фрески продолжали использоваться в Армении в поздний период. Дроль семью Авнатаням была значительной. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова